Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Для удобства водителей построят объездную дорогу. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как ремонтируют заводское шоссе. Еще одна незаконная лодочная станция на берегу Волги, что грозит организаторам нелегальных стоянок. Сложные трассы, не уступающие европейским. В Самаре стартовал всероссийский чемпионат по велоспорту. В Самаре на заводском шоссе строители заканчивают перенос коммуникаций. В ближайшие дни начнут асфальтировать участок до проезда Мальцева. Реконструкцию ведут по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. На каком этапе сейчас работы проверила глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с ней на объекте побывала и наша съемочная группа. Участок заводского шоссе от дома 14А до проезда Мальцева скоро начнут асфальтировать. Рабочие начнут укладывать здесь нижний слой дорожного полотна. И хотя это требует приостановки движения, водители не должны почувствовать неудобств. Представитель подрядчика рассказал главе Самары Елене Лапушкиной, которая приехала на объект с проверкой, что строители организовали объездную дорогу. Пока она грунтовая, но в ближайшие дни ее отсыпят асфальтной крошкой, чтобы машины в случае дождя не застревали в грязи. Активные работы ведут и на небольшом участке заводского шоссе 22-го портсъезда до проезда Мальцева. Здесь рабочие заканчивают перекладку коммуникаций. Водопровод и ливневую канализацию уже перенесли на проектные отметки. Осталось переложить перпендикулярные пересечения с водоводом и хозяйственно-бытовой канализацией. Это сделают в ближайшие дни. Однако для выполнения работ придется временно на пару недель перекрыть движение транспорта. В ближайшую неделю, буквально на днях, будет опубликовано постановление администрации города о перекрытии фрагментарном движении. Как мы говорили, это будет как раз таки перекрытие напротив торгового центра. Автобусный транспорт будет пущен не на 22-й портсъезда, а на улице Аврору временно, до 1 сентября. По контракту все работы по реконструкции участка заводского шоссе от Авроры до 22-го портсъезда должны завершить до конца октября. За оставшееся время подрядчику предстоит еще уложить верхний слой асфальта, нарисовать разметку и установить дорожные знаки и светофоры, обустроить тротуары и газоны, а также сделать освещение. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Калдашов. События. В этом году в городе заменят более 21-го километра теплотрассы. Это 22 участка. На 15-ти работы близятся к завершению, а еще на 7-и подрядчики работают вторую неделю. Перекладку должны завершить до середины сентября. Вместе с участниками штаба по подготовке Самары к отопительному сезону на месте побывала мэри Елчан и готова рассказать, как идет процесс. Самая масштабная реконструкция тепловых сетей в Самаре за последние десятилетия. К 15 участкам, где была уже запланирована замена трубопровода в этом году, прибавилось еще 7. 5 из них в Октябрьском районе и по одному в Железнодорожном и Советском. Меняют трубы не только на магистралях, но и на внутриквартальных сетях. На самом деле в длине, в теплотрассе, в трубе это по сути участки даже больше, чем по основной программе. То есть всего 12 километров теплотрассы мы будем перекладывать, это по сути 25 километров тепловой сети, самой трубы. Работы проводятся в достаточно сложных, стесненных условиях, потому что это дворы. И, наверное, ключевая задача – это сделать оперативно, быстро. На всех ремонтируемых объектах уже трудятся подрядчики. На Пентинской планируется вынести из подвала жилого дома транзитный трубопровод. На Новосадовой в районе пересечения Советской армии новые трубы придется тянуть через дорогу. Сейчас прорабатываются решения, как выполнить это с наименьшими неудобствами для жителей города. Это ключевой объект, его протяженность более километра. Работы здесь будут вестись в круглосуточном режиме. Обновленные тепловые сети будут поставлять тепло, в том числе и в строящуюся школу на пятой просеке. Новые трубы будут служить не менее полувека, обещают заказчики. Проверили ход работ участники штаба по подготовке к отопительному сезону. Такие большие объемы на Пентинской, порядка 700 метров, где мы были, вот тоже самое в этом вопросе. Это все новые объекты. И в львиной доле из всех дополнительных объектов, которые связаны с переходом города на Алькотельную, будет две трети перекладываются трубы именно квартальные, муниципальные. Это делается впервые, подчеркиваю, такой громадный объем работы. Где позволяет техническая возможность, работу будут вестись без отключения горячего водоснабжения, с переключением потребителей на временный трубопровод. На 15 участках, где перекладка ведется с мая этого года, работы выполнены уже на 80%. На трех полностью завершены. Мэри Илчан, Сергей Баскин, События. Уютные лавочки, просторные пешеходные дорожки, газоны с автополивом и обновленное освещение. Уже совсем скоро бульвар на улице Мичурина станет полноценной зоной отдыха для горожан. Подрядчик справился с работой на 75%. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Изменить образ бульвара и вдохнуть в него новую жизнь. В Ленинском районе Самары уже совсем скоро закончат ремонтировать пешеходную зону на улице Мичурина. Жители сами проголосовали за благоустройство общественного пространства по национальному проекту «Жилье и городская среда». Инициативу поддержали около 7 тысяч горожан. Подрядчик справился с работой уже на 75%. Здесь установили около 50 скамеек, высадили более 200 деревьев и кустарников. Обустроили зеленые газоны с автополивом, обновили освещение, сделали пешеходные дорожки с плиточным покрытием. Данное общественное пространство, оно, конечно, в этом году преобразилось. Оно стало более комфортное, наполнилось смыслом, потому что непосредственно на этом участке, от коммунистической до дачной, не было вообще скамеек. Люди не могли нигде присесть, отдохнуть. Сейчас, конечно, здесь появились зоны отдыха. Подрядчик работает с опережающими темпами. Строители должны уложиться в срок до 15 сентября. Единственное, значит, по видеонаблюдению, да, оборудование у нас сегодня пришло, и будем навешивать камеры на установленные опоры, и также, соответственно, делать пусконаладку. По словам местных жителей, территория преобразилась до неузнаваемости. Теперь на улице Мичурина можно гулять и отдыхать на природе. Самарцы уверены, скоро это место станет новой точкой притяжения для горожан. Никаких притяжений. Ну, сами знаете, что здесь раньше было и сейчас. Причем работает, по-моему, качественно. Ну да, прямо отлично сделали, очень нравится. Все так отзываются хорошо, уже выходят, гуляют здесь с удовольствием, просто с удовольствием. И детишки, и все, то есть всем это все нравится. Недавно на улице Мичурина закончили ремонтировать и проезжую часть по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Здесь заменили асфальт, островки безопасности и пандусы для маломобильных граждан. Воплощение идей горожан в жизни, их активное участие в проектах по благоустройству – основа стратегии лидерства. Долгосрочного документа развития региона, который разработали по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Елена Лапушкина зарегистрировалась в социальной сети Instagram. Мэр уже опубликовала в своем аккаунте первую фотографию и поздравила выпускников школ, которые получили 100 баллов по ЕГЭ. Глава Самары отметила, что золотые медалисты – будущее страны. Один из выпускников, Иван Родькин, рассказал Елене Лапушкиной о том, что мечтает сделать из Самары центр вселенной. А самых выдающихся 100-бальников глава Самары сегодня наградила медалями за особые успехи в учении. Ее получают выпускники, которые сдали ЕГЭ с максимальным результатом, получили золотые медали и на протяжении учебы в школе выигрывали Олимпиады по самым разным предметам. Успешных школьников поздравила и наша съемочная группа. Анастасия Анисимова, выпускница 49-й школы, получает медаль за особые успехи в учении. Девушка сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Она собирается поступать в Самарский вуз, выбрала факультет государственного и муниципального управления. Уверена, что будущая профессия будет связана с развитием любимого города. Мне изначально нравилось все, что связано с обществознанием, как только в пятом классе оно началось. И в дальнейшем я поняла, что хочу связать свою жизнь и работу с людьми, то есть помогать как-то людям, взаимодействовать с ними. И, в общем, мне это интересно. Медали за особые успехи в учении вручает глава Самары Елена Лапушкина. Для торжественной церемонии пригласили стубальников, золотых медалистов, неоднократных победителей региональных и всероссийских олимпиад и конференций. Глава города поздравила их с успешным окончанием школы. Хочу вам пожелать, прежде всего, ничего не бойтесь. Всегда верьте в себя. Дорогу осилит идущий. Поэтому следуйте за своей мечтой, следуйте за своими планами. Идите только вперед, ни на что не оглядывайтесь. И знайте, что Самара вами гордится. Самара вас очень любит. В этом году медалью удостоены 934 выпускника. 48 из них получили максимальные баллы на ЕГЭ. Выпускникам пришлось заканчивать учебный год и готовиться к экзаменам в непривычных условиях. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 11-классники занимались дистанционно. Школьники отметили, что им не хватало дружеского общения и живых уроков с любимыми учителями. Но, тем не менее, они смогли добиться высоких результатов. Если есть цель у детей, высокие результаты, конечно же, ребенок придет к этой цели своим усердием, своими стараниями. И, конечно же, должна быть еще и поддержка родителей. После торжественной церемонии Елена Лапушкина побеседовала с выпускниками. Ее интересовало, куда собираются поступать медалисты. А ребята спрашивали ее о школьных друзьях и о том, как добиться успеха в любимом деле. Напоследок глава города отметила, что такие талантливые молодые люди обязательно будут востребованы в родном городе. Андрей Горгулинко, Василий Калдашов. События. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян вышел на диалог со зрителями телеканала «Самара ГИС». Он ответил на вопросы жителей города в эфире программы «Звоните доктору». В частности, глава ведомства рассказала ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе, о борьбе с онкологией, о реализации национального проекта здравоохранения, который в том числе включает и поддержку первичного звена. По словам Армена Биняна, медицину активно идет молодежь. Благодаря большой государственной программе привлечения молодых специалистов, которая реализуется в нашем регионе, мы сейчас отмечаем возрастание потока и насыщение первичного звена молодыми специалистами, которые возьмут на себя заботу о пациентах, которые на этом первом участке обороны, соответственно, определят всю дальнейшую программу ведения пациентов и уже при необходимости будут привлекать узких специалистов. Граждане России после выхода из самоизоляции стали экономить. Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей в России за первое полугодие 2020 года сократилось на треть. Свыше 60% опрошенных россиян не хотели бы оказаться в ипотечной кабале. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 августа, составляет 73 рубля 24 копейки. Евро – 85 рублей 95 копеек. Граждане России после выхода из самоизоляции стали экономить. В первое время после открытия торговых центров наблюдался всплеск покупательской активности. Однако уже в августе население страны снизило свои расходы. За первые дни месяца чек россиян подешевел на 3,5%, до 553 рублей. А ежедневные траты упали. Активность россиян в июле была связана с отложенным спросом. То есть они покупали то, что хотели приобрести за время самоизоляции. Однако теперь эти потребности удовлетворены. Эксперты считают, что новая волна активности покупателей должна прийти осенью в связи с учебным годом и началом бархатного сезона на курортах. Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей в России за первое полугодие 2020 года сократилось на треть и составило 287 тысяч. Худшими месяцами стали апрель и май. В июне экономика показала оживление. Число регистраций новых компаний возобновило рост. Но пока этот показатель все еще отстает от прошлогоднего на 23%. Больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний дошло до 50%, а также Псковская область. Примечательно, что вместе с числом регистраций снизилось и число компаний, прекративших деятельность на 18%. Число закрывшихся ИП составило 303,5 тысячи. Россияне демонстрируют прохладное отношение к апотечным займам, отмечают социологи. Свыше 60% граждан не хотели бы оказаться в ипотечной кабале. При этом 80% сообщают, что не смогут купить жилье из-за отсутствия финансовых возможностей, что примечательно не сильно способствует покупке даже льготный кредит поставки в 6,5%, запущенный властями ранее. Эксперты признают, так называемый ипотечный бум в России сигнализирует не о восстановлении рынка, а о растущей бедности населения. Более трети ипотечных кредитов в июле 2020 года было выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки. За месяц выдано 40 тысяч кредитов с господдержкой на 111 миллиардов рублей. Напомню, программа льготной ипотеки по ставке в 6,5% годовых была инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она распространяется на покупку строящегося и уже готового у застройщика жилья. Программы действуют до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки в столицах составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах Российской Федерации 6 миллионов. На этом все. Контролируйте свои расходы. В Самарской области сегодня эвакуировали сотрудников и посетителей из зданий судов. Об этом корреспондентам телеканала «Самараги» сообщили очевидцы. Нам удалось снять, как экстренные службы работают у здания Ленинского районного суда. Ранее эвакуировали посетителей сотрудников Кировского и Волжского районных судов. Людей вывели на улицу, на месте работали кинологи. Мы обратились за комментарием в Главное управление МВД России по Самарской области и будем следить за дальнейшим развитием событий. Еще одну незаконную лодочную станцию выявили на Барбошиной поляне. Представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники транспортной полиции обнаружили парковку для катеров. Что грозит организатору нелегального бизнеса, выяснила Лариса Шлафаст. На незаконную лодочную станцию у пляжа на Барбошиной поляне, проверяющей, нагрянули рано утром. Владельца на месте не оказалось. В сторожке находился молодой человек, который представился знакомым организатора станции. Документы покажите, пожалуйста, на лодочную стоянку и кто ходит. Сейчас приедет человек. Сейчас приедет, да? А вы сами что здесь делаете? Да я просто человек подменял. А, просто подменяли? Позже на место прибыл и сам организатор незаконной лодочной стоянки. Он рассказал, что паркуются здесь его друзья. Какой-либо договор водопользования решили? Нет, нет, у меня ничего нет. Здесь вот эти вот два понтона, они второй год болтаются. Я просто прицепился к своим полукомерсиям. На мужчину составили протокол по статье самоуправства. Теперь ему придется убрать понтоны от берега. Такое близкое расположение лоды к пляжу может быть опасным для отдыхающих. Рейды по береговой линии проводят комплексно. Внимание обращают и на чистоту территории. Есть нагромождение, все равно шины валяются. Это сейчас фиксируется тоже сотрудниками полиции. На территории сейчас находятся автомобили. Тоже сотрудники полиции фиксируют номера. Дальше будет уже, соответственно, их работа. Они будут вызывать, по-видимому, водителей. И с ними разбираться, почему они находятся незаконно на этой территории. Специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и транспортной полиции будут проводить такие рейды регулярно. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В Самаре городские власти мониторят соблюдение масочного режима в магазинах, торговых центрах и ресторанах. С конца марта прошло порядка 150 тысяч проверок. На один из контрольных выездов отправилась и наша съемочная группа. Есть ли нарушения, узнала Мария Левина. Счастье для киноманов. В Самаре открыли кинотеатры, но с рядом ограничений. Заходить нужно в масках, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. В зале должно быть не более 50 посетителей. Рассадка тоже специфическая. Сидеть можно максимум по два человека через каждые два кресла. С Самарской с огромной радостью вернулись в кинотеатры. В первый уикенд, как мы открылись, во всех кинотеатрах был шквал звонков, поток гостей. Соскучились по кино. Я бы сказала, что у нас в области достаточно ответственные граждане проживают. Поэтому 99% гостей приходят в масках со своими антисептиками. Также у нас размещены антисептики в гостевых зонах. На входе гости могут воспользоваться ими. В маске и перчатках нужно посещать и общепиты. Чтобы посетители могли соблюдать дистанцию, столики, за которыми сидеть нельзя, отмечены специальным знаком. Рестораны перешли на электронное меню. В избежании лишних прикосновений бумажный носитель уходит в прошлое. Теперь заказ можно сделать с помощью своего смартфона. Гости очень сильно соскучились. Они обрывали нам телефон, постоянно спрашивали об открытии. Когда свершилось наконец-то это открытие, то у нас была полная посадка сразу. В среднем где-то 200-300 человек может прийти. Наличие средств индивидуальной защиты у посетителей проверяют во всех объектах потребительского рынка Самары. Таких больше 9 тысяч. Это торговые центры, киоски, магазины, кафе и рестораны. Всего с конца марта проведено почти 150 тысяч мониторингов. Департаментом экономического развития инвестиций и торговли совместно с администрациями внутригородских районов городского округа Самара в ежедневном режиме проводится мониторинг объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания. Наша задача в том, чтобы даже на входе в какой-то торговый объект человека предупреждали, говорили ему о том, что необходимо это делать. Напоминали, человек может даже просто забыть, что маска у него лежит в кармане. В основном посетителей без масок выявляют в магазинах и крупных торговых центрах. Всего с начала мониторинга масочный режим нарушили 625 объектов. Порядка 30 из них закрылись. По всем фактам направляются письма в Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию и другие надзорные органы. Только за прошедшую среду в Самаре проверили 532 точки, однако нарушений не обнаружили. Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре стартовал Всероссийский чемпионат по велоспорту. В город приехали около 200 спортсменов со всей страны. В этом году их ждут новые сложные трассы. Наследие чемпионата мира по футболу вблизи стадиона «Самара-арена». На время первенства в городе перекроют ряд дорог. Подробнее расскажет Мария Левина. Даниилу Воробьеву 18 лет. Почти половину своей жизни парень посвятил велоспорту. В этом году выступает в составе Самарской сборной на Всероссийском первенстве. Все команды готовились к этим соревнованиям. Эти соревнования важны для каждой команды. Все проявили все свои способности, чтобы подготовиться. В том числе и Самарская область. Будем надеяться на наилучший результат. Самара принимает соревнования уже в пятый раз. От региона заявлено 24 спортсмена. Всего ожидается порядка 200 участников со всей России. В программе индивидуальная гонка, командная эстафета и финальный групповой заезд, который пройдет в воскресенье. В последний раз спортсмены приезжали в Самару семь лет назад. За эти годы многое изменилось. В городе появились новые трассы. Наследие чемпионата мира по футболу возле стадиона «Самара-арена». Из-за большого количества поворотов и горок трассу сравнивают с европейской. Трасса, конечно, интересная. Трасса очень сложная, технически сложная, плюс подъемы, спуски. И я считаю, что это то, что в принципе должно быть. Почему? Потому что до этого у нас традиционные дистанции проходили обычно в одну сторону, разворот, финиш. То есть по прямой не надо было ни тормозов, ни руля, что называется. Но в этот раз все по-другому. В этот раз именно индивидуальная гонка с отдельного старта приближена максимально к тем, что мы привыкли видеть в Европе, когда мы принимаем участие в международных соревнованиях. Многие тут уже, знаете, наверное, недели на две находятся и уже готовятся. Уже эту трассу осматривают, где какой подъем. Все они изучают для того, чтобы показать хороший результат. В дни чемпионата в Самаре перекроют ряд дорог. Возле стадиона придется выбирать пути объезда. Закрыты для движения будут улицы Дальняя и Арена-2018. В воскресенье перекроют центр города. В районе площади Куйбышева, Молодогвардейской, Осипенко, Северо-Восточной магистрали, Лесной, Волжского проспекта и Полевой. Но к шести вечера дороги откроют для движения. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Футболисты Самарских крыльев советов одержали первую победу в футбольной национальной лиге. Подопечные Игоря Осенькина уверенно переиграли Хабаровский СКА благодаря четким и слаженным действиям в атаке. На матче работал наш корреспондент Анатолий Головко. После досадного поражения в Домодедово футболисты Самарских крыльев советов очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Игроки вышли на матч с Хабаровским СКА в обновленном составе. Игорь Осенькин провел серьезную работу и ротировал основную обойму. Изменения стали заметны с первых минут поединка. Хозяева поля проводили атаку за атакой. В итоге Антон Зиньковский замкнул хорошую передачу алжирцами к Дизи Фана головой с правого фланга и открыл счет. Еще один гол гости забили в свои ворота. Это случилось после прострела Антона Зиньковского в штрафную площадку. Один из главных героев встречи поздравил болельщиков с долгожданной победой. Надеюсь порадовали их немножко. Будем дальше стараться выигрывать, побеждать, искать свою игру. И впереди много-много работы. И вот чем мы будем заниматься сейчас на тренировках дальше. По словам главного тренера крыльев советов Игоря Осенькина, его футболисты готовились к домашнему поединку с запредельным настроем. Считаю, что счет действительно по игре, наверное, мог быть даже крупнее. Но самое главное, это что та работа, которую мы с ребятами везем, она потихонечку уже видна. После игры Соска-Хабаровск футболисты крыльев имеют в своем активе 4 очка и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Игоря Осенькина проведут на выезде. Они померятся силами с Чайкой из села Песчанокопской Ростовской области. Игра пройдет в воскресенье 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00. Анатолий Головко, События. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала Самара ГИС в соцсетях и на наш телеграм-канал. Будьте здоровы! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok